Горожане терпят неудобства, пока идут работы по благоустройству общественных территорий. В Троицком сквере ежедневно трудится 9 человек из штата подрядной организации. Сейчас они заняты установкой бордюрного камня. Выполнено примерно 40% от всех запланированных работ. Завершат к сентябрю. Все идет по плану, ни сложности, ни форс-мажоров. В данный момент производится работа по монтажу бордюрного камня, то есть тротуарный поребрик, в основании под укладку бетонной плитки. Будут заменены старые коммуникации ливневой канализации К2 на новые, пластиковая труба. Трудностей нет, в принципе, у меня, но рельеф местности просто сложится с отводом воды, то есть соблюсти уклон этой воды. Если в Троицком сквере единственное неудобство в том, что ходить нужно по песку, пока нет покрытия на дорожках, то на площади Ленина дела обстоят серьезнее. Площадь огорожена забором, асфальт снят, магазинов не видно. Владельцы переживают за выручку. Подрядчик рассказывает, придется потерпеть. Цель оправдывает средства. В ближайшее время мы все-таки пустим поток и пешеходов, и возможность попасть в любой магазин по всей площади Ленина. То есть это первоочередная задача – сделать пешеходную зону. В дальнейшем подрядчик приступит к укладке гранитного покрытия на площади. Рабочие займутся бассейном для фонтана. Дно его уже готово. Со стороны улицы Громобоя дорога будет расширена на одну полосу. У памятника появится небольшой скверик. Также в планах сделать велодорожку и велопарковку. Завершат все до 30 ноября. Напомним, на благоустройство трех общественных территорий областного центра из бюджетов разных уровней выделено 120 миллионов рублей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.